Институт Международных Отношений В ходе прямого эфира вы сможете задать вопросы о поступлении, приеме документов, вступительных испытаниях, условиях приема и особенностях учебного процесса. На все ваши интересующие вопросы ответят доцент кафедры международных отношений мировой политики и дипломатии Сакаев Василь Тимирьянович, профессор кафедры алтаистики и китая ведения Мартынов Дмитрий Евгеньевич и доцент кафедры международных экономических отношений Гебадуллин Марат Зуфарович. Что ж, добрый день, господа, и давайте начинать. И вот первый вопрос, расскажите, пожалуйста, какие направления реализуются в вашей высшей школе? Позвольте мне начать. Добрый день всем участникам нашего сегодняшнего мероприятия. Я представляю кафедру международных отношений мировой политики и дипломатии, ту кафедру, которая отвечает за реализацию программы международные отношения. У нас реализуются программы как уровня бакалавриата, так и уровня магистратуры. На бакалавриате у нас есть три профиля подготовки. Это общий профиль, так называемые международные отношения, профиль мировая политика, международный бизнес и топливная энергетическая безопасность. Эти три профиля имеют общую составляющую, которая необходима для любого международника, и в дальнейшем специализируются на определенных аспектах. Кроме этого, в рамках международных отношений обязательно предусмотрено изучение двух иностранных языков. Один из них обязательно английский, второй в зависимости от страны специализации. Учебный процесс на бакалавриате у нас построен с учетом в том числе и новейших информационных технологий. То есть у нас предусмотрено изучение в том числе так называемой виртуальной мобильности, то есть возможность для студента познакомиться с курсами, в том числе других ведущих университетов, где ведется преподавание по данной образовательной программе. Предусмотрена академическая мобильность, то есть один из семестров студенты по договоренности с партнерскими университетами могут уехать туда и, соответственно, обучаться там, потом этот семестр будет здесь зачтен. Ну и, в общем-то, говоря о бакалавриате, нужно сказать, что это очень такая насыщенная практикоориентированная программа, которая очень много различных предусмотрена, в том числе и внеучебных мероприятий, которые призваны сформировать компетентного специалиста-международника. Говоря о магистратуре, нужно сказать, что у нас реализуется пять программ, это достаточно большое число, но мы реализуем их в взаимодействии с несколькими кафедрами нашего института. Например, есть такая программа, как управление культурным наследием, которая готовит специалистов для различных международных организаций, ЮНЕСКО и КАМОС, которые специализируются как раз в области реставрации, защиты памятников культуры, различного информационного сопровождения, в том числе, например, туристической деятельности. Есть программа, посвященная европейским исследованиям, есть классическая программа, посвященная архитектуре международных отношений, есть программа, посвященная Востоку. Вот Дмитрий Евгеньевич как раз руководит этой программой, я думаю, что он тоже может подробно несколько слов сказать об этом. И также на каждой магистратуре предусмотрено изучение двух иностранных языков. Наверное, я как бы на этом остановлюсь, чтобы не задерживать такую нашу дискуссию, а дальше уже в ходе вопросов, наверное, более подробно смогу остановиться на каждой из этих программ. Вы хотите что-то добавить? Да, я думаю, нет. Просто очередь. Что ж, раз зашла речь о иностранных языках, помимо русского и английского, вот хотелось бы подробнее узнать, какие еще изучаются языки. Языки определяются в зависимости от того, на какой профиль поступает студент. В каждой учебной группе есть две языковые подгруппы, соответственно, как я уже сказал, английский язык является основным для всех, и кроме этого изучают второй язык. Второй язык зависит как раз от профиля подготовки. То есть, если это европейские исследования или общий профиль, это одно направление, соответственно, один перечень языков. Если это восток, то, соответственно, это восточные языки, корейский или китайский. Был у нас хинди, по-моему, да? Хинди есть, да. Вот, если это, соответственно, какая-то программа, ориентированная на европейские исследования, или это общий профиль на бакуавриате, то там, соответственно, европейские языки, французский, итальянский у нас преподается, немецкий и так далее. То есть, в вашу высшую школу очень хорошо, если будут поступать иностранцы, которые помимо своего языка будут знать и другие языки? Да, это было бы, наверное, для них достаточно удобно, потому что это дает возможность, как бы, с одной стороны, облегчить свое обучение, потому что, если один из языков, языковая подготовка всегда, это очень трудоемкий процесс. Поэтому, если один из языков, как бы, тот, которым они владеют, это, конечно, облегчает. Кроме того, если студент приезжает из англоязычной страны, либо он владеет английским языком, это тоже облегчает коммуникацию, потому что, скажем, некоторые моменты или консультационного характера могут быть осуществлены и, в общем-то, на иностранных языках. Или турецкий, например, да, у нас есть преподаватели достаточно много, которые владеют турецким языком или каким-то другим иностранным языком. Поэтому это, конечно, облегчает коммуникацию с иностранными студентами. Есть ли бюджетные места на востоковедении и много ли вообще в вашем институте бюджетных мест в этом году? Ну, востоковедение у нас представляет Дмитрий Евгеньевич, но по международным я могу сказать, что у нас предусмотрено в этом году 11 бюджетных мест на бакалавриат и 11 на магистратуру. Кроме этого, есть и приемно-контрактные формы обучения. Про востоковедение. Да, спасибо большое за предоставленное слово. Добрый день, дорогие друзья. Ну, значит, давайте вот тоже я построю свой ответ так уже вот с учетом тех вопросов, которые прозвучали. Ну, во-первых, да, я здесь представляю кафедру алтаистики и китай-ведения, но, собственно, само отделение востоковедения и международных отношений ею не исчерпывается. То есть у нас, например, еще есть кафедра востоковедения и сломоведения, вот, которая тоже имеет свои программы. Ну, вот так что вот я тут вот так вот в комплексе, значит, озвучу кое-какие вещи. Если мы говорим про те программы, которые реализуются нашей кафедрой. У нас кафедра, чем интересно, она, во-первых, большая. То есть там около 50 вообще сотрудников. Вот, около 50 сотрудников. В основном это молодые люди. Далее, при этой же кафедре с ней ассоциированы еще такие международные организации, как институт Конфуция, да, который действует, собственно, с китайской стороны. И, соответственно, у нас есть представители из китайской и с российской стороны. И у нас есть научно-образовательный центр исследований Кореи. Так называемый центр корееведения. То есть они, соответственно, работают в содружестве, что называется, с нами. То есть, соответственно, наши сотрудники с ними ассоциированы. Соответственно, их сотрудники тоже у нас работают. То есть это носители языка, это высококвалифицированные специалисты. У нас, например, вот есть замечательный совершенно наш преподаватель, которая специально закончила в Хунаньском, в Китае, в Хунаньском педагогическом университете специальность у нее преподавания китайского языка иностранным студентам. То есть, соответственно, это уже дает очень серьезные преимущества. Про носители языков кратенько я сказал. Представлены какие языки вообще? Всего представлено 6 восточных языков. То есть, традиционные для нас китайский, арабский, турецкий, дополнительно к ним еще, безусловно, хинди, японский, ну и, собственно, корейский. То есть, вот, еще раз повторяю, значит, тут есть носители языков, опять-таки, квалифицированные, с учеными степенями, со специальным образованием, которые, соответственно, специально нацелены на обучение языку вот с нулевого цикла. Это тоже надо иметь в виду, да, потому что все-таки обучение в бакалавриате, это как посмотреть? То есть, это и целых 4 года, но это и всего 4 года. Соответственно, за это время, конечно же, среднестатистический студент хочет успеть как можно больше и самореализовать себя. И поскольку у нас социальная жизнь, ну, еще, наверное, будут еще об этом вопросы, но уж так, коль речь зашла об этом, могу сказать, да, что, естественно, хочется, хочется попробовать все. Там, я не знаю, что, где, когда, и студенческую весну, там, и какие-то творческие конкурсы, и как это совместить с учебой, да, естественно, это уже дело каждого. Вот, поэтому вот соблазнов много со всех сторон. Идем дальше. Значит, основных направлений, профилей подготовки, как они у нас называются, профилей подготовки у нас, в общем, 5. Традиционные языки стран Азии и Африки. То есть, здесь, ну, здесь, в основном, конечно, делается упор на, собственно, на язык, на литературу. То есть, здесь, вот, перечисленные мной языки. Английский, безусловно, обязательный. Можно еще второй дополнительный язык взять, там, европейский или восточный. Но тут тоже есть своя специфика, значит, пока сейчас давайте не будем тоже внимания отвлекать. Дальше традиционный у нас второй профиль подготовки, история стран Азии и Африки. Прошу, значит, обратить внимание, что язык, по большому счету, у нас на всех профилях преподается в одинаковом объеме. Это важно. То есть, здесь вот такой профессиональный, филологический такой подход. Если студент будет, что называется, родить о своих задачах, то, в общем, с хорошим знанием языка он у нас, по крайней мере, выйдет. С коммуницированием, с письменным языком, с какими-то навыками. Далее, значит, у нас сейчас новый профиль, связанный с потоком турецких инвестиций. Новый профиль это политика экономика тюркских народов. Такой вот он своего рода экспериментальный. То есть, по итогам обучения его специалисты могут сопровождать какие-то проекты, связанные с Турцией. Тоже у нас очень высокопрофессиональные специалисты по Турции. Вот наша, собственно, глава нашей высшей школы в свое время, она была, вообще-то, переводчиком личным у, собственно, президента республики Татарстан. То есть, соответственно, вот можете судить сами об этом. Дальше, значит, у нас есть профиль академического исламоведения с изучением арабского и персидского языков. Вот такой вот, более серьезный. Тем более, у нас с этого года запускаются совместные проекты с Санкт-Петербургом, с институтом восточных рукописей. То есть, это те, вот, кого интересует, что называется, большая наука. Потому что без нее тоже никуда. Вот. И, значит, у нас есть также профиль экономика стран Азии и Африки. Все, в данном случае, с корейским языком. То есть, вот это вот основные вещи. Бюджетных мест, уже, опять же, предвосхищаю вопрос. Бюджетных мест в этом году нам выделили 37. И под политику и экономику тюркских народов 30 целевых мест. Ну, то есть, соответственно, они будут, значит, сопровождаться со стороны, значит, республики Татарстан и ее государственных органов. То есть, вот, пока, наверное, вот такие вот основные, основной абрис, вот, он вот так вот выглядит. Вот вопрос от нашего зрителя. Титирую. Возможно ли будет поступить в ИТИС с баллами 240? На разных сайтах пишут разные проходные баллы. На что мне ориентироваться? Ну, ИТИС, это ведь не наше. ИТИС, это ведь не ИМО. Понимаете? Тут, видите, какое-то, видимо, недоразумение. Ну, если мы говорим об ИМО, да, если, соответственно, у студента, абитуриента, я прошу прощения, значит, соответствующий набор ЕГЭ, который требуется для данного направления подготовки, например, на международных отношениях, у нас требуется русский, история, общество, знание и иностранный язык, 4 ЕГЭ. Соответственно, 4 ЕГЭ, ну, если у него 240 баллов, это, ну, 65 баллов за ЕГЭ, это троечка, да, ведь оно чуть выше, чем троечка. Поэтому, конечно, это на бюджет, наверное, недостаточно. То есть, например, 4 ЕГЭ, наверное, это более 300 баллов должно быть, как минимум. Вот, что касается других направлений подготовки, я думаю, коллеги скажут, но там, где 3, наверное, направления подготовки, наверное, ну, теоретически, наверное, можно претендовать. Это уже по 80 баллов, получается, на ЕГЭ. Ну, скорее всего, все-таки на коммерческие места, да. То есть, если на бюджет, то, скажем, по направлению востоковедения и африканистика, то, значит, вот в этом году озвучили 265 баллов. То есть, достаточно высокие нужны показатели. Ну, понятно, да, что это все-таки бюджетные места, и, в общем, тут спрос будет соответствующий. А вот помимо баллов ЕГЭ, какие нужно сдавать вступительные испытания и экзамены, чтобы, опять-таки, поступить на бюджет? На некоторых направлениях подготовки предусмотрены внутренние вступительные испытания в форме ВУЗа. То есть, это устный экзамен, либо письменный экзамен. Ну, в данном случае, в условиях коронавируса, это все будет в дистанционной форме проходить. Но на наших направлениях подготовки дополнительных вступительных испытаний в форме ВУЗа нет. Единственное, что поступление в магистратуру, оно осуществляется на основании вступительного испытания в форме ВУЗа. Магистратуры вовсе, да, там уже нет ЕГЭ, а студенты, уже выпускники бакалавриата, они сдают всегда в форме ВУЗа вступительные испытания. Правильно, международное отношение — это экзамен, международное отношение. Программы этих экзаменов есть, с ними можно ознакомиться, есть примерные вопросы, есть информация о процедуре, и все это на сайте размещено, вся эта информация имеется. Вот еще такой вопрос. В вашей высшей школе теперь еще есть такое направление, как экономические международные отношения. А, ну, это вот Марат Зуфуарыч. Спасибо, хотелось бы узнать про это. Спасибо за предоставленную возможность рассказать о нашем новом направлении. Разрешите приветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия. Действительно, три года назад руководством университета и нашего института было принято решение открыть в рамках Института международных отношений экономическое направление. Это было логично, как бы правильное решение, логичное, и вытекало оно из саморазвития нашего института. Но, действительно, изучать международные отношения без экономики, наверное, это было бы не совсем правильно, потому что любая встреча глав государств, лидеров государств, она на них обсуждается, в первую очередь, вопросы экономического сотрудничества, международной торговли, международных инвестиций, взаимной торговли и прочие экономические проблемы. Поэтому, действительно, чтобы получить полноценное образование в рамках Института международных отношений, естественно, экономическое направление должно было появиться, и оно появилось три года назад. Но за это время, конечно, мы развили это направление, и если первый год мы набирали только одну группу в рамках направления востоковедения, то с этого года мы уже вышли на самостоятельный набор и набираем непосредственно экономистов. То есть в рамках Института международных отношений теперь есть самостоятельное направление подготовки, это экономика. У нас один профиль в рамках этого направления, он называется «Экономика и международные экономические отношения стран АТС». Но почему выбран этот регион, вполне понятно. Это регион, в котором включены все ведущие экономики мира, динамично развивающийся регион. Поэтому, естественно, основное внимание уделено именно этому региону. Мы набираем в этом году группу с изучением двух языков. Ну, помимо английского языка, для нас, естественно, как для экономистов, международников, язык является приоритетным, потому что вся международная деловая переписка, деловые переговоры все-таки ведутся на английском языке. Но, кроме того, есть возможность изучать в рамках нашего направления подготовки также испанский и китайский язык. Вот мы выбрали комбинацию европейского, западного языка и восточного. Ну, нужно сказать, что на этапе бакалавриата возможность получения образования в рамках нашего Института международных отношений не завершается, потому что мы как бы продумали, что действительно после бакалавриата необходимо продолжить образование. И поэтому в этом же году у нас еще открывается и магистратура, также по направлению экономика. Поэтому после завершения бакалавриата желающие смогут поступить и продолжить уже завершить высшее образование в рамках магистратуры, также по направлению экономики. Ну и более того, в рамках нашего университета открыт диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по направлению мировая экономика. Поэтому кто заинтересуется наукой, естественно, они смогут поступить затем и в магистратуру, и защитить кандидатскую диссертацию вот по этому направлению. Но я должен сказать, что помимо того, что мы открыли самостоятельное направление экономика, экономические профили есть и на других направлениях подготовки. Ну вот самый первый экономический профиль, который мы открыли в 2017 году, на направлении востоковедения и африканистика. Он существует и сегодня, набор также продолжается на этот профиль подготовки. Называется экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки. Но здесь условия приема и поступления такие же, как и на востоковедение и африканистике в целом, потому что это одно направление подготовки. И, соответственно, третье направление, где также будут готовиться экономисты, это уже в рамках направления международное отношение. Здесь тоже мы открыли свой профиль подготовки. Он называется внешнеэкономические связи и международное сотрудничество. И здесь мы готовим также специалистов в области внешнеэкономического сотрудничества. Я бы хотел немножко отметить, чем будут отличаться экономисты, которых мы готовим по первому направлению, направлению экономика, и тех специалистов-бакалавров, которых мы готовим по направлению востоковедения и международное отношение. Вот для того, чтобы поступить на направление экономика, абитуриентам необходимо сдать три экзамена. Во-первых, математика-профиль. Это очень важно отметить, что здесь будут готовиться профессиональные экономисты, поэтому математика-профиль сдается. Русский язык и общество знания. То есть студенты, завершившие обучение по направлению экономика, будут экономистами. Это конкретная специальность, которая, так сказать, есть во всех сегодня организациях, образовательных, культурных, и не говоря уже о предприятиях, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Что касается двух других направлений, то это будут востоковеды и международники, соответственно, но с углубленным изучением именно экономических дисциплин. То есть международные финансы, международные товарные рынки, международная торговля и так далее. То есть мы изучаем не историю, не политику, а именно нацеливаем. И учебные планы составлены таким образом, чтобы насытить программу экономическими дисциплинами. Но может возникнуть вопрос у абитуриентов, как же так? Мы не поступаем, так сказать, на экономику, какие же мы будем экономисты-специалисты? Но, как говорил Нобелевский лауреат по экономике Пол Сумуэльсин, научите попугая говорить спрос и предложения, и перед вами экономист. Поэтому те из абитуриентов, кто не владеет математикой, кто не выбирал математиковый профиль в качестве ЕГЭ, это не означает, что они не смогут изучить экономику и экономические дисциплины. Такая возможность сегодня есть, и их можно изучить в рамках двух других направлений востоковедения и международные отношения. Очень важный момент. Для того, чтобы попасть именно на наши профили, связанные с экономикой, экономической деятельностью, внешнеэкономическими связями, при заполнении анкеты необходимо указать именно название наших профилей. Поэтому я еще раз их повторю. На направлении экономика, это профиль экономика и международные экономические отношения стран АТЭС, на направлении востоковедения и африканистика, это профиль экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки, и на направлении международные отношения, это профиль внешнеэкономические связи и международное сотрудничество. Теперь несколько слов о языках, которые мы выбрали для того, чтобы... Ну, языках, которые будут изучать наши студенты. На направлении экономика, кроме английского, это будет испанский и китайский. Что касается направления востоковедения, то поскольку это востоковедение, мы выбрали здесь восточные языки, соответственно, японский и арабский. Но почему японский, понятно, это Япония одна из наиболее развитых стран современного мира, инновационная экономика, четвертая экономика мира. Что касается арабского языка, то арабский мир это очень значительная часть современной мировой экономики, очень большое количество государств, поэтому арабский язык, естественно, тоже присутствует, он очень важный в плане изучения внешнеэкономических связей, особенно для России, которая в этом отношении активно сотрудничает. Что касается направления международных отношений, то здесь у нас более западные, так сказать, языки, это английский, испанский и французский. Поэтому здесь у нас вот такое деление происходит. Ну и, наверное, в заключение я бы хотел отметить, что, конечно, мы желаем вам успешно сдать все ЕГЭ и поступить в наш институт международных отношений. Мы будем рады вас видеть, независимо от того, какое вы направление и профиль подготовки выберете. Спасибо. Что ж, спасибо за такой большой развернутый ответ. И опять-таки вопрос цитата. Есть ли смысл поступать в вашу высшую школу, если у меня нет даже базового знания английского языка? Ну, я могу сказать о том, что в отличие от всех других образовательных программ, которые реализуются в Казанском университете, не говоря о филологических, конечно, без исключения филологических, на всех остальных направлениях подготовки изучению иностранных языков отводится гораздо меньше времени. То есть была реорганизация учебного процесса, и значительное сокращение произошло число, выделяемых на изучение иностранного языка во всех институтах, факультетах Казанского федерального университета за исключением института международных отношений и филологических, собственно говоря, специальностей. Институт филологии, межкультурной коммуникации, который готовит филологию, он не может. По этому изучению иностранных языков отводится значительный объем часов, и в том числе в равных количествах отводится на первый и на второй иностранный язык. Второй, как я уже сказал всегда, это английский язык, первый это в зависимости от профиля подготовки. Поэтому, соответственно, часов будет выделено достаточно. Другое дело, что студентов в зависимости, то есть после поступления проводится тестирование знаний по иностранному языку, и, соответственно, исходя из этого ранжирует уже по группам. Что касается начинающей группы, продолжающей группы, апромедейт и так далее. Если же мы говорим о поступлении, то там, соответственно, необходимо представить сертификат ЕГЭ о сдаче иностранного языка. Это не обязательно английский язык будет. Это может быть немецкий язык, может быть французский. И очень часто бывает такой случай. Пожалуйста, то есть вне зависимости от того, какой язык вы изучали в школе, если у вас имеется сертификат ЕГЭ о том, что вы сдавали иностранный язык, соответственно, вы можете поступать. А в дальнейшем, соответственно, после поступления вы будете определены начинающую группу по английскому языку, и там будете уже, в общем-то... Ну, я думаю, молодой человек или барышня может поступить к нам на экономику, если она сдружит с математикой. Там иностранный язык сдавать не нужно. Там русский язык, общество и математика, профиль. Так что она вполне может поступить к нам в институт. Но иностранные языки будет изучать уже в процессе обучения. Ну и надо сказать, наверное, что у нас в институте действует центр-юниверсум, который реализует значительный объем дополнительных образовательных программ во внеучебное время, которых можно освоить, в том числе по языковым. Совершенно верно. То есть им пользуются не только со стороны, из города, достаточно взрослые уже люди, даже пенсионеры, по-моему, иногда приходят. Но и наши студенты тоже очень даже охотно, дополнительно свои компетенции стараются повышать. Да, или готовятся к сдаче специальных экзаменов. В том числе. Вот хотелось бы узнать, какова стоимость обучения на каждом направлении? Стоимость обучения в этом году, я так понимаю, она не изменялась по сравнению с прошлым годом. Это порядка 160 тысяч. Это, в принципе, если мы сравним, скажем, с МГИМО или МГУ, где ведется подготовка по аналогичному направлению подготовки, то там стоимость в 2-3 раза выше. И у нас, кстати, были прецеденты, правда, пока единичные, что из МГИМО там товарищи переводились. И, к слову сказать, тоже были, по-моему, вполне себе даже довольны тем уровнем, который они получили, имея при том возможность сравнивать. Мы сейчас говорим не про финансы, мы сейчас говорим про все остальное. Да, но на экономике немножко повыше, 172 тысячи с небольшим. Но это того стоит, потому что помимо экономического образования, здесь студенты получают еще и языковые знания, то есть экономисты со знанием двух иностранных языков будут. Поэтому здесь немножко побольше. А на востоковедении, насколько мне известно, заявлено порядок 132 тысяч. То есть это вполне посильно, если посмотреть, особенно учитывая те возможности, которые нам сейчас и наш уважаемый ректор анонсировал, как известно, возможности образовательных кредитов. Конечно, сейчас, наверное, преждевременно об этом говорить. Но самое главное именно, что вот, когда мы говорим про сто и мость, это опять же мы всегда запрашиваем, да, что нам за это дадут, каково соотношение цены и качества. Ну вот, насколько опять-таки я могу судить, в общем, мы здесь вполне конкурентоспособны, то есть это доказывается географией наших абитуриентов, наших студентов. И действительно то, что, ну, уже достаточно нередкие случаи, по крайней мере, я сейчас говорю за своих востоковедов, когда к нам, например, переводились даже из признанного мирового центра, да, Восточного факультета Санкт-Петербургского университета. Ну, прежде всего, понятно по соображениям стоимости жизни, все-таки есть разница между Казани и Петербургом, есть разница между стоимостью программ, и тем не менее, в общем, вот уровень оказывался вполне сопоставим. Это вот констатация факта. Мы тоже развиваемся, мы тоже не стоим на месте. Где будут проходить практику студенты, которые пойдут учиться в вашу высшую школу? Ну, во-первых, нужно сказать, что каждая образовательная программа, организация учебного процесса по ней регулируется федеральным государственным образовательным стандартом, где четко прописаны виды практик, их продолжительность, ну и, соответственно, содержание этих практик. Исходя из содержания, соответственно, определяются возможные места прохождения практик. Ну, скажем, если мы говорим о международных отношениях, то наши студенты проходят практику, например, в департаменте внешних связей, да, аппарата президента, в представительстве МИДа. На территории Казани действует 11 консульств, генеральных консульств иностранных государств. То есть, особенно если это ребята, как раз прибывшие из этих стран, то они проходят часто там практику. Различные международные организации, да, муниципальные органы власти, например, комитет внешних связей в мэрии Казани, Алабуга экономическая зона, да, то есть там, где вот как раз реализуются различные активности в области внешнеэкономических связей, там необходимы тоже. Структуры, которые отвечают за внешнеэкономическую деятельность в компаниях, да, в крупных предприятиях, компаниях, там также есть подобные структуры, и студенты часто там проходят. Ну, кроме этого, мы предоставляем возможности проходить в научных подразделениях университета, такая возможность тоже есть. То есть у нас действуют различные научные центры. Недавно был создан институт исследования стран Центральной Азии. То есть это все тоже потенциальные возможности для прохождения практики. Но опять же, подчеркну, в зависимости от вида практики. Да, ну, я тоже немножко добавлю в этом отношении. Действительно, ну, экономистам сам Бог велел проходить практику на предприятиях, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью и осуществляют внешнеэкономические связи. Поэтому, естественно, наши студенты будут проходить. Ну, вот первый набор, который мы сделали, мы их у всех устроили на практику, на предприятия. Ну, я хочу отметить, что вообще в России, даже в Татарстане, вот если мы только один регион наш небольшой возьмем, в Татарстане более двух тысяч предприятий, которые сегодня осуществляют внешнеэкономическую деятельность. То есть они в той или иной степени связаны с заграницей, там, торговлей, инвестиций и прочее, и прочее. Поэтому здесь, конечно, возможности очень широкие. Кроме того, в соответствии с нашей Конституцией и в соответствии с существующими федеральными законами, каждый субъект Российской Федерации имеет право осуществлять самостоятельно внешнеэкономические связи. Татарстан, там, Якутия, Московская область. То есть в каком бы регионе наш выпускник ни оказался, он везде найдет себе место применения своим знаниям, своим навыкам, своим компетенциям. Потому что сегодня Россия, как открытая страна, имеет внешнеэкономические связи практически со всеми государствами мира. Более того, даже иностранцы, которые к нам поступят или пожелают поступить, они также сумеют устроиться и пройти практику на предприятиях, как в своей стране, так и в нашей стране. Потому что экономика сегодня везде универсальна. Глобальная, единая экономика, рыночная экономика, что в Китае, что в России, что в Европе или в США, везде, там, за исключением, наверное, двух стран, которые еще по старинке придерживаются социалистической модели. Все остальные страны идут по пути рыночной экономики. Поэтому, естественно, здесь в отношении того, где трудоустроиться и где пройти практику, проблем вообще не будет. Тем более специалисты, которые знают иностранные языки, умеют налаживать коммуникации, диалоги, деловая переписка, деловые переговоры. Вот весь этот комплекс знаний на каждом направлении подготовки у нас, конечно, готовится. Ну и экономисты, естественно, сам Бог велел проходить практику на предприятиях и в организациях, ошляющих внешнеэкономическую деятельность. Ну, если говорить по все многочисленные наши востоковедческие направления языков, много, естественно, больше всего тоже, да, к теплу. Кто идет к нам, неважно, на историю или на язык с литературой, естественно, они больше всего беспокоятся, да, в какой стране, как это все будет происходить. Но могу сказать так, что, по сути, у нас вот пребыванием в стране изучаемого языка, если вот там всякие исключения не смотреть, наверное, там порядка 100% получается охват. Конечно, это не единомоментно. Понятно, что все-таки там чаще всего начинаются языковые стажировки со второго курса. Но, тем не менее, то есть у нас, безусловно, по линии, допустим, Ханьбана, это правление института Конфуция, это по корейскому фонду, по японскому фонду, там есть свои музы-партнеры. В Китае, главным образом, это Хунаньский педагогический университет, но не только. То есть и там есть разнообразные программы. Чаще всего, значит, тут тоже очень важная вещь, что принимающая страна, она предоставляет определенный набор вот таких вот образовательных грантов на определенный срок, то есть, ну, чаще всего на полгода, бывает на год, бывает, что по нескольку раз наши студенты особо продвинутые ездят, по договорам, то есть, соответственно, они оплачивают только путь туда и обратно, соответственно, все их нужды образовательные какие-то там на проживание, они оплачиваются принимающей стороной. Вот. И дальше уже зависит уже именно от способностей, от желания. То есть, безусловно, есть там определенные товарищи, которые это рассматривают как такое веселое, радостное приключение, они туда ездят, они там активно общаются, они социализируются. Почему-то вот среди тех, например, кто у нас ездит в Корею на стажировке, вспыхивает бешеная мода на изучение испанского языка. То ли там они с колумбийцами общаются, то ли еще что-то. Вот бывали такие случаи, очень забавно. Ну, отчасти, может быть, это вредило изучению основного языка, потому что они возвращались из страны пребывания примерно на том же уровне, на котором уезжали. Это, кстати, важно, да, потому что если изучаешь язык с нуля, все-таки первый курс, ну, желательно бы базу себе поставить. Вот. Ну, это вот, это житейские моменты. То есть, конечно, есть у нас и супер, там, с суперспособностями ребята, которые там возвращались из страны уже, значит, со стильным столичным, например, акцентом. Есть у нас тут такие китайские и японисты, например, это есть. Вот. То есть, в этом плане все в полном порядке, это отлаженный механизм. Он уже действует много лет. Вот. Поэтому вот беспокоиться об этом, конечно, не надо. То есть, тот, кто поступает, допустим, на арабский, он там, безусловно, поедет, скорее всего, в один из вузов Марокко. Раньше мы сотрудничали с Египтом, но, к сожалению, после всех событий арабской весны, вот, сами понимаете, все это вносит свои коррективы. Вот. Ну, а вот со стабильными странами Восточной Азии, Китаем, Кореей, Японии, в общем, тут все проработано очень хорошо. И чаще всего те, кто оттуда возвращается, они уже вне этой профессии уже себя не мыслят. Не важно уже, в какой конкретной сфере применения, но это уже отдельная история. То есть, как-то так. Где будут востребованы ваши выпускники? Ну, соответственно, как я уже говорил, федеральный государственный стандарт, он определяет виды деятельности, которые готовят студента завершающего обучения, прошедшего обучения по той или иной направлению подготовки. Соответственно, если мы говорим о международных отношениях, то здесь есть несколько направлений. Во-первых, это государственная служба, причем не только это внешнеполитическое ведомство, министерство национально-дел, но и различные иные учреждения государственной власти. Это экспертно-аналитическая деятельность, это в том числе и преподавательская деятельность. Бакалор не может преподавать, а вот выпускник магистратуры, он в том числе получает квалификацию, позволяющую ему в том числе и преподавать. Федеральный государственный стандарт в том числе обязывает международника быть готовым выполнять функции переводчика, если это потребуется, причем и в профессиональной коммуникации, и если это необходимо, уже как переводчик, не только использовать иностранный язык своей профессиональной деятельности, но и обеспечивать межкультурную коммуникацию, или профессиональную коммуникацию в той сфере, где он работает. Поэтому это вот такой перечень. Конечно, он не ограничивается, наши выпускники, если мы посмотрим, мы находим их в самых различных сферах, они находят свои применения, но в том числе основное это внешнеполитическая деятельность, и в этом году состоялось 20-летие, началось 20-летие открытия направления подготовки международных отношений, то есть более 30 сотрудников у нас работают как раз в системе МИДа, в том числе там есть и те, кто уже дослужился до первого секретаря, есть в том числе помощник, например, один из помощников, министр иностранного дела Лаврова, это выпускник Казанского университета Калпаков, есть те, кто уже работает на консульской службе, в дипломатических представительствах за рубежом, немало наших выпускников, это и в департаменте внешних связей Республики Татарстан, представительствах Республики Татарстан за рубежом, то есть это вот основной профиль, но он не ограничивается только этим. Позвольте тогда себе тоже взять слово, значит, понимаете, вот этот вопрос на самом деле, с моей точки зрения, он не настолько прост, как может показаться. Почему? Ну вот поскольку мы действительно сейчас живем в ситуации, да, глобализма, в ситуации рыночных отношений, которые принципиально построены на неопределенности конечного результата, вообще на том, что мы сейчас вот четко предсказать, да, что нас может ожидать хотя бы через полгода год, не можем. Кто мог бы в начале этого года сказать про пандемию, да, про все изменения, которые у нас произойдут в связи с этим. Поэтому вот здесь нужно, пожалуй, говорить вот еще о чем, не только о каких-то прагматических вещах. Понятно, что особенно родители, которые вот своих чат хотят пристроить высшее учебное заведение на перспективное направление, конечно, они прежде всего... Вообще, это ведь есть такая вещь под названием человеческий капитал и инвестиция в человеческий капитал, да? Это вот оно и есть. Конечно, мы хотим вложить свои не только силы, не только свои знания, не только свою, так сказать, родительскую любовь, свои деньги в своих чат. Понятно, что мы хотим еще, чтобы была некая отдача для них. Конечно, она будет отложенная, конечно, это будет не быстро. Но в этой ситуации нужно исходить из самостоятельной ценности знания, образования. Потому что, безусловно, никто вам не гарантирует, что вы, выпустившись из университета, пройдя полный шестилетний цикл, потому что бакалавриат это все-таки еще только такая первая подготовительная ступень, она особых прав вам на рынке труда и в каких-то профессиях не даст. Это только лишь самый необходимый базовый уровень, на основе которого вы будете основываться. И дальше, например, пойдете в магистратуру. Кстати, вот я здесь пользуюсь случаем, пару слов скажу. Да, что в этом году у нас по направлению востоковедения африканистика очень у нас, конечно, расщедрилось наше начальство. Оно нам выделило 50 бюджетных и 17 контрактных мест магистратуру. Вот это востребованная действительно вещь, потому что действительно магистратура уже позволяет себя уже увереннее чувствовать на рынке труда. То есть это действительно и право преподавать, если вы захотите связать себя с какими-то экспертно-аналитическими, академическими вещами. И понятно, что с дипломом магистра вы на собеседованию работодателя будете чувствовать все-таки увереннее, чем с дипломом бакалавра. Но дело не в этом. Дело ведь в том, что мы живем в очень динамичном мире, когда нужно быстро менять направление, быстро на что-то переучиваться, быстро что-то делать. И, соответственно, имея фундаментальную, комплексную, это важно, комплексную базу, умение системно широко мыслить, имея хорошую перспективу, имея, может быть, определенный опыт жизни в совершенно другой стране, в совершенно другом образе жизни и другом образе мышления. Вы поймите, очень важная ведь вещь. Каждый новый изучаемый язык, это новая вселенная. Ведь то, как мы воспринимаем окружающий мир, очень сильно зависит от того языка, которым мы оперируем. Самая очевидная вещь. Соответственно, чем больше этого, тем легче перестраиваться, тем легче реагировать. Это же очень важная вещь. Поэтому даже вот надо исходить из этого. Может быть, не столько, может быть, беспокоиться о том, куда я смогу пристроиться, имея в руках диплом, потому что умный, образованный человек – это ценность. И он не пропадет в любом случае. Потому что у него уже будет база для этого. Для того, чтобы настраивать, 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 все, что потом понадобится. Знание языка в настоящее время не одного, а двух, трех. Это ведь тоже, в общем-то, уже воспринимается как нечто совершенно естественное. Как и способность быстро реагировать. Поэтому, как мне кажется, вот из многих направлений, которые здесь мы представлены, вот в этом мы, наверное, все едины. Потому что мы именно эту широкую базу, комплексную базу, умение мыслить, умение перестраиваться и умение быть в том числе, вот модное слово, толерантным. Не на словах, не на лозунгах. А реально. Пожив среди людей, которые мыслят и чувствуют совершенно иначе, чем то, что ты сам для себя считаешь естественным. Потому что это разные культуры. И от этого нам никуда не деться. Не мультикультуральность, а транскультуральность. Возможность так вот, да, щелкнуть выключателем и переключиться. И научиться так жить. Вот это вот самое главное. Это то уникальное, что только наш институт, все его направления, все его специальности могут вам предложить. Ну да, здесь можно согласиться, потому что у нас значительный процент выпускников уезжает за рубеж после окончания. И, видимо, успешно там адаптируется. И могут при необходимости вернуться обратно, обогащенные совершенно единственным бесценным опытом. Разумеется. Да, но я, наверное, только добавлю, соглашаясь, в принципе, со всем, что уже было сказано, наверное, только добавлю, что действительно профессии экономиста и штатная должность экономиста есть в любом учреждении, организации, культуры, образовании и так далее. Поэтому экономист, как профессионал, как специалист, конечно, найдет себе работу везде. Но наши экономисты, тех, которых будем выпускать мы, они, конечно, нацелены, мы их, по крайней мере, нацелим на то, чтобы они строили себе карьеру, строили свое будущее, умели строить свою перспективу, исходя из того, что они выйдут на международные рынки, будут представлять нашу страну в мировом сообществе. Поэтому, конечно, все организации, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, все предприятия, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, это вот тот потенциальный рынок, трудоустройство, где могут применить свои знания, компетенции наши будущие выпускники. А так, в принципе, совершенно верно. Человеческий капитал – это то, во что мы сегодня вкладываем, чтобы через 4, 5, 6 лет получить отдачу от этого капитала. То есть это чисто экономический подход, экономический образ мышления. Мы сегодня вкладываем для того, чтобы через какое-то время получить на свои знания, свои компетенции определенный доход. Ну, естественно, это варианты очень разнообразные. Ну, а экономисты, естественно, они в первую очередь на предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Что ж, большое спасибо вам за ваши развернутые полные ответы. Пришло время нам с вами закругляться. Напоминаю еще раз, в эфире был Инсталайвс, Высшей школы международных отношений и Востоковедения, Института международных отношений Казанского федерального университета. На все вопросы отвечали доцент кафедры международных отношений мировой политики и дипломатии Сакаев Василий Тимирьянович, профессор кафедры алтаистики и китая ведения Мартынов Дмитрий Евгеньевич и доцент кафедры международных экономических отношений Гебадуллин Марат Зуфарович. На этом у меня все. Спасибо, что оставались с нами. Следите за нами в социальных сетях и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин